Сколько стоил мотоцикл в 2019 году и сколько стоило его доработать в такое состояние и поймем стоит ли реально игра свеч Конструкция на которой я сидел в начале выпуска Переходим к топчику И тут ну просто я снимаю шляпу Я уже кое-где видел эти доработки Здесь в колесах нет камер Тем более он вставил этот ФЦР, он отстраивал его Эта пушка заряжена и стреляет Я знаю чего тебе не хватило И вот иди за мной Друзья, когда мы с вами говорим о рынке китайских эндуро мотоциклов Все представляют себе что-то такое простенькое, бюджетненькое С самыми простыми рычагами, простыми надежными двигателями и так далее Но на самом деле китайское мотостроение не стоит на месте и движется вперед семимильными шагами И сейчас большинство байков, даже не самых топовых по ценам, а про них мы тоже сегодня поговорим, из чего они сделаны Даже средний сегмент, так сказать, полноразмерных эндуро мотоциклов Уже очень выгодно отличается на фоне того, что делалось раньше Сейчас базовая комплектация мотоцикла Это уже просто небо и земля по сравнению с тем, что было И соответственно после покупки такого байка У вас сразу возникало желание поставить какие-то более солидные, допустим, рычаги Короткоходные ручки газа, поудобнее грипсы, возможно, там защита рычагов Ну, в общем, многие вещи было бы вам приятно усовершенствовать и так далее Давайте мы вам накидаем несколько вариантов Итак, наше представление эволюции производства китайских мотоциклов Мы начнем, ну, допустим, с этого простенького, на первый взгляд, зумава Казалось бы, то же самое конструкция, на которой я сидел в начале выпуска Но, тем не менее, здесь уже с завода производитель добавляет очень неплохие рычаги Кстати, на моем личном мотоцикле стоят такие рычаги Они не 360, они просто умеют делать так Но они очень крепкие И, то есть, мой байк неоднократно падал Я гнул рычаг и выгибал обратно То есть, он не ломается, он гнется Ну, в общем, реально достойные рычаги стоят уже с завода Что приятно И бонусом еще плюс ко всему Вот к этой, так сказать, простой комплектации зумав Сиби 250 У этого байка уже регулируемая подвеска ККЕ перед-зад Собственно, о чем мы и говорим Идет эволюция производства китайских мотоциклов Даже базовые модели оснащаются приятными плюшками Идем дальше И вот мы уже находимся рядом, так сказать Со практически стандартной комплектацией современных эндуро-мотоциклов Китайских производителей Ребята, они уже очень-очень приятно радуют владельцев будущих навесным оборудованием Вам практически ничего не приходится делать после покупки мотоцикла Конкретно сейчас рядом со мной этот замечательный FX8-X8 Байк очень большой У него простой, стандартный 172-й мотор воздушного охлаждения То есть это самый такой простой, надежный вариант для людей Которые не хотят заморачиваться с водяным охлаждением Которым надо просто кататься и наслаждаться Меньше деталей, меньше поводов мотоциклу сломаться Итак, давайте пробежимся по стандартному оснащению современных эндуро-мотоциклов Итак, друзья, у нас с завода установлена ручка газа НИБИ Краткоходная эндуро Далее установлены модные 360 градусов рычаги То есть с тормоза и сцепления Установлена алюминиевая защита руля То есть вы понимаете, установлено все то, что вы будете докупать Вот по-хорошему, если вы покупаете эндуро-мотоцикл для покатушки там в лесу Вы знаете, что вы будете на нем падать Что вы можете сломать рычаг Что вам нужна защита руля, защита того, защита всего Здесь это все установлено Вы поймите, пожалуйста В этом байке стоимость его Да, сейчас стоимость, может кто-то возразить Стоимость байков высока Но, ребят, вы даже если бы по каким-то более низким ценам покупали бы мотоцикл Вам бы пришлось вот это все докупать Довешивать, навешивать, дорабатывать ваш мотоцикл Сейчас производитель понимает То, что да, мотоциклы дорожают И в то же время это получается как компенсация его стоимости Компенсация в том, что на нем уже установлено очень много Из того, что вы потом бы докупали и ставили отдельно Давайте посмотрим дальше, что тут есть Приборная панель Мелочь, но все равно приятная Очень интересная диодная фара головного света Сейчас мы попробуем ее включить Это у нас габарит Это у нас свет Выглядит очень интересно Естественно, у нас регулируемая подвеска Перед, зад У нас с вами алюминиевые диски Очень, очень достойная резина Она китайская, но протектор, рисунок у шашки Совсем другой То есть, если мы видели с вами первые вот эти вот эндуро-мотоциклы Которые, первые модели появлялись на рынке У них шашка какая-то не очень агрессивная, что ли Ну, то есть, люди сразу же Вот как покупали мотоцикл из завода Те, кто хотели кататься в лесу По грязи Люди сразу знающие Брали, снимали эти колеса родные И покупали какой-нибудь там Митас или Кенду Или других производителей, так сказать, мировых Здесь, ну, реально Геометрия вот этой покрышки Геометрия зубов Она очень достойная То есть, мне Я практически уверен, что не придется Вот сразу сходу Очень многим из вас Менять, как-то дорабатывать именно покрышки Потому что, мне кажется Большинство из вас устроит то Что здесь уже установлено Идем ниже Приятная особенность Алюминиевый рычаг Понятно Установлена Простая Но, тем не менее Достаточно внушительная Защита картера двигателя То есть, опять же Это люди допом Навешивали на свои мотоциклы Давно-давно Сейчас это уже в стандарте Как и в стандарте Идут у всех накладки на раму Для того, чтобы вы не протирали Ее мотоботами Обязательно одевайте мотоботы Про это мы тоже как-нибудь снимем выпуск Зачем они нужны? Потому что без мотобот Ребята, лучше не подходить к таким аппаратам Да, и кстати Сейчас на мотоциклах Все чаще встречается Вот такая вещь Как бензобак Увеличенного объема Видимо Техника, ориентированная на российский рынок Подразумевает то, что В России очень много всяких просторов Там лесов, полей и рек И люди хотят не просто Крутиться вокруг своего Шестисоточного участка А куда-то прыгнуть на нем И реально усвистеть в дальние дали То есть реально на 50% Современной мототехники Которая поставляется Из новых партий Установлены бензобакой Повышенного объема Тоже интересная плюшка Итак, вот мы с вами Обсудили в принципе Среднюю оснастку Современного эндуро-мотоцикла Сейчас мы перейдем К вообще опасным Зверям, так сказать Топовым Но, кстати Ни в коем случае Поймите мои слова правильно Это не значит, что вот Ребята, теперь Если на мотоцикле Который вы можете купить В магазине Не установлена Там защита рук Откидные рычаги Увеличенные баки Защиты картера И так далее Что он не имеет места быть И вам он категорически Противопоказан Ребят Это видео Адресовано тем людям Которые точно знают Да, я куплю себе Эндуро-мотоцикл Я куплю себе Экипировку Я буду на нем В лесу Носиться Колбаситься Я буду его ронять Он у меня будет Из-под меня вылетать Там падать Крошиться Я буду ездить на нем В дальние дали Мне нужен бензобак Там повышенной емкости Это видео Для них Чтобы они поняли Что Есть мотоциклы Эндуро Заряженные Реально готовые в бой Если же вам нужен Мотоцикл Просто для того Чтобы он у вас был на даче Вы на нем могли Спокойно по полям Покататься Спокойно съездить Допустим В лесок Спокойно съездить На рыбалочку Там на ближайшее Там озеро Каким-то легким Бездорожьем Пробраться Поймите Вам это не нужно Я просто знаю Сейчас вы посмотрите Это видео И скажете Придете в магазин И скажете Вот я посмотрел Ваше видео Мне нужен байк Вот только там На 172 моторе Чтобы обязательно были Защиты рычагов Откидные рычаги Тормоза Сцепления Для того чтобы я ездил На даче На рыбалку Вам это не нужно Для того чтобы ездить На даче На рыбалку Друзья Не забивайте себе голову Это адресовано Тем людям Которые хотят Серьезно ездить Кому попроще Все аппараты Имеют место быть Поймите правильно А мы едем дальше Итак друзья Переходим К топчику И рядом с нами Опять FX Moto Ну что поделать Так уж вышло И что мы видим Мы с вами Только что говорили О мотоцикле FX Moto Со 172 мотором И казалось бы Комплектация должна быть Намного проще Но Реалии таковы Что Как бы да Ну как бы и нет Рядом со мной FX Moto X8 На 182 моторе С двумя распредвалами Ребята Это топ Топовый топ Просто из Китая Чего только Можно изобрести И здесь Все То же самое Ну подвеска У нас Как и Со всеми регулировками Да и в принципе На этом Отличие Их заканчивается То есть приятно То видеть То что как бы Разница Цен Ценообразование Между тем Байком И этим Она колоссальная Там Сто с лишним Тысяч рублей Ну как бы Все Блага И все тюнячки Небожителей Да Людей Которые покупают Дорогой мотоцикл На огромном моторе Они также в базе Стоят и мотоцикла С простой Стандартной Старой Доброй 172 воздушкой И это очень приятно А так Мотоцикл Также оснащен С защитами руля Откидными рычагами Приборной панелью Фарой головного света То есть Все 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 То же самое Но Более энерговооруженное В принципе Это вот Как бы Топовый На мой взгляд Аппарат Линейки FxMoto В частности И в принципе Один из топовых аппаратов Которые наличествуют В нашем магазине И то есть Как бы здесь Реально Когда смотришь На такие байки Ты понимаешь За что ты платишь деньги Здесь Многие из вас возразят Вот когда-то Можно было купить Мотоцикл На 172 моторе Ой На 177 даже Моторе За какую-то Нную сумму Ребята Вы когда покупаете Мотоцикл На 177 моторе За Нную сумму Для того Чтобы участвовать На нем в эндуро И так далее И тому подобное Возвращаемся К тому О чем мы говорили Вы будете Неизбежно Навешивать На него Вот эти все блага А это что? Это деньги А если вы еще Это не самостоятельно Делаете А отдаете в сервис Ну как говорится Умножайте на два Поэтому я считаю Что очень достойная Энергоооруженность Цена Качество Но По навесному Оборудованию Это не самый Топовый аппарат В нашем салоне Сейчас мы к нему Перейдем И тут Ну просто Я снимаю шляпу Встречайте Husky F7 И так Друзья Венец Эндуростроения Ребята На мой взгляд На сегодняшний момент Времени Это однозначно Husky F7 Давайте Коротенечко Разберемся Почему Этот байк Мне так люб Во-первых Об этом Мы позже поговорим Я уже кое-где Видел Эти доработки И поэтому Мне Особенно интересно Про них Вам рассказать Итак Что мы имеем Друзья Хорошо Знакомый Нам всем 177 Мотор Приятно Выделяются На нем Сразу Защитки Картера Отом С этой стороны И с той стороны Чтобы вы понимали Такие защиты Люди докупают Чтобы защитить Так сказать Двигатель Когда вы его роняете И так далее И тому подобное То есть это реально Фирменная штука Которую люди докупают И ставят отдельно Другой момент Ну понятно Тут всякие лапочки Защита Звезды То есть вот это вот С перфорацией Чтобы грязь оттуда Вылетала Очень клево С этим мотором В принципе Все понятно Да Защиты Клево Фирмовые Защита картера Снизу Класс Здесь установлен Карбюратор ФЦР С ускорительным Насосом То есть который Не дает Двигателю Захлебываться При резком Открытии дросселя Мне кажется В плане Эндуро Где вам нужно Прыгнуть бревно Куда-то Молниеносно Ускориться Эта штука Супер-пупер Незаменимая Ну и коль Скоро мы здесь сидим Что мы видим Как мы и ранее говорили Уже на многие модели Устанавливается Бак увеличенной емкости Небольшие защитки Рамы От ваших Мотобот Но это в принципе Все из того Что мы видим Вот здесь На нашем уровне Давайте перейдем Куда-нибудь еще Поднимаемся выше По этому байку Опять же Стандартная уже история Как я вас подводил Ранее в эндуро Мотоциклах Стоят 360 рычаги IGP Эти рычаги Фирмы IGP Отдельно Стоят Очень много денег Кому интересно Заходите на наш сайт Попугаетесь Посмотрите Здесь они установлены Так сказать В стоке Толстостенный Алюминиевый Руль про тейпер То есть Как бы Вопросов нет Приборная панель Опять же Не на всех эндуро Мотоциклах Она есть Здесь она наличествует Идем дальше Такой вещью Друзья мои Владельцы эндуро Мотоциклов На 177 И так далее Водяных моторах Все сталкиваются С этой историей Всем она очень нужна Потому что Байк вы роняете Это дело заминается Мнете радиатор Как бы ездить можно Но это такой геморрой Многие из вас Ищут алюминиевые Крепкие защиты радиаторов На этом мотоцикле Они установлены С завода Очень приятно И коль скоро Ты уже сюда снимаешь Просто посмотрите На качество Вот этих вот траверс Ну это просто Ну реально Это я такое видал На КТМах То есть реально Очень-очень Жирно И качественно Сделанная вещь Давайте поговорим О ходовой части мотоцикла Итак Присели мы значит Колесу Казалось бы Ну 21 21-18 колес Ничего особенного Читаем буквы К К Е Интересно Алюминиевые диски Далее Очень другие буквы Меня впечатлили Сейчас мы их найдем Где же эти буквы? Щик Вот они эти буквы А оно кверх ногами Но вам понятно будет Это ребята Кенда Кенда Резина Перед зад И ну вроде бы И уже неплохо Да ККешные Диски Алюминиевые Усиленные Резина Кенда Казалось бы А что еще надо? Можно ребята Лучше Здесь в колесах Нет камер Вы скажете Как там что? Резиновые шланги Дед заправил Да? На участке Нашел и заправил Практически Тут стоят муссы То есть Посмотрите в интернетах Что такое мус И вы поймете Что эта вещь Супер гениальная Здесь в покрышках Нету камер Здесь внутри Реально такой Как это? Ну не резиновый шланг Но из очень Очень-очень плотная пенка Вот чтобы вы поняли Такой вот бублик Он сюда заправляется Я честно говоря Не представляю Как это туда заправляется Наверное это очень сложно сделать Но не важно Теперь вы никогда Не проколите колесо У вас тут стоит Раз буксатор Два буксатор У вас это никуда Не свернется никогда У вас в колесе мусс Вам не страшны Ни проколы Ничего-ничего Мусс По ощущениям На давление 0,7 То есть в принципе Это Ну вот самое Распространенное Так сказать Давление Среди эндуристов То есть как бы да Вы его стравить ниже не сможете Но в принципе Зачем ниже 0,7 в принципе нормально Резина кенда Зубасенькая Грести будет И спереди такая история И сзади У нас баллон кенда На муссе На ККЕшной Ступице И ободе Это очень клево Пойдемте сзади Еще что-нибудь покажу Итак друзья Мы присели К задней части мотоцикла Опять же Резина кенда Усиленная ступица ККЕ Алюминиевый обод ККЕ Ну короче Все четко Алюминиевая звезда И самая клевая Тема Многие эндуристы Это ставят Это сальниковая цепь Это сальниковая цепь Соответственно Она здесь уже Установлена в стоке Вся цепь Вся в сальниках Ну красота Просто не налюбуешься Соответственно Износ цепи меньше Подтягивать ее надо меньше Кайфовать больше На многих соревнованиях Требует сейчас Наличие под крылышком Стоп-сигнала Чуваки из Хаски Оперативно реагируют И на свой мотоцикл в стоке Прикрутили эту вещь Соответственно Вам не надо будет Потом перед гонками За неделю Там носиться Вах Искать стоп-сигнал Как-то выводить проводку Все пожалуйста Стоит Нажимаешь тормоз Лампочка горит А кстати Под рукой У меня Также Очень-очень удобная Лямка Для вытаскивания Мотоцикла Мотоцикла Из всяких Извините Говен Эндуристы поймут Когда у вас Мотоцикл засел По самой Не балуйся Здесь все скользко Невозможно ухватиться Вот эта вещь Реально спасает В общем Каков итог Каков итог И этот мотоцикл Оборудован Всем 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 Вот из того Что я могу себе придумать Что можно навесить На эндуро мотоцикл Защита есть Рычаги есть Руль есть Хорошая резина Есть Мус в колесе Чтобы не прокалывать Эт резину Есть Защита радиаторов Есть Сальниковая цепь Есть Стоп-сигнал Для соревнований Есть Вот эта чепуха Лямка Есть Что еще надо Вот вам Что еще надо Если вам что-то еще надо Напишите об этом В комментариях Потому что я реально Не знаю Что еще надо А теперь Интерактив А я знаю Что нужно Мне не хватило Здесь Вот это Конечно В эндуро Но я что-то Не очень представляю Вот как мы Иф-экс смотрели Там они уже Железо Леха Вот не надо Не рассказывать Давай мы будем честны Я знаю Чего тебе не хватило И вот иди за мной Ну вот Кому ты рассказываешь Тебе не хватило Багажника Сзади и спереди Как на этом рейсере О котором мы говорили ранее Ну знаешь Мне вообще Вот его не хватает Ну да Ну как бы Мы бы другие мотоциклы снимаем Все Алексей Ссылка где Ссылка в описании Любимые мотоциклы Алексея Будут по ссылке в описании А мы говорим Про другие байки Эндуры 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 туда Ребят Ну и в продолжение Того всего Объема Плюшек Который я перечислил Вам про этот мотоцикл Я когда его увидел Я вспомнил Одного своего товарища Который когда-то давно Купил Avantis Ну как давно В году наверное В 19 И навешивал на него Вот примерно Такой же набор допов Я буду ему сейчас Звонить При вас Поставим его на громкую связь И узнаем Сколько стоил мотоцикл В 19 И сколько стоило Его доработать В такое состояние И поймем Стоит ли Реально Игра свеч Звоним Александру Мне кажется Сейчас он удивится Потому что Вы давно не увидели Сколько я понимаю Алло Алло Сань Удобно? Да Привет Здорово Слушай я сейчас на работе Мы пилим видос Про топовые хаски F7 Я знаю То что ты пересел Уже давно На всяких австрийцев И так далее Но нам бы Знаешь что Нам бы вспомнить Ты в каком году Брал байк? Сейчас скажу В 19 По-моему Да В 19 В 19 В 19 В 19 В 19 В 19 А примерную стоимость А я как сейчас помню 250 Без ПТС С ПТС Был там Ну что-то Ничего Прекрасная цена Как давно Это было Ну я помню Ты короче На него навешивал Кучу всяких допов Нереальное количество Вот просто Чтоб ты понимал Фишку Как бы Причину Так сказать Чего я тебя беспокою У нас сейчас На обзоре Хаски Ф7 На 177 моторе Очень жирный То есть тут просто Все возможные Невозможные допы Навешаны И когда я этот байк увидел Я сразу вспомнил про тебя И вот хочется понять Как бы Цену этого байка Насколько она оправдана Вот окей Мы поняли Ты покупал На 177 моторе На карбе он у тебя был? Да На карбе На карбе За 150 там с хвостом Ты сказал И вот давай Нет 250 Какие 150 А да Извините Я уже вообще 250 С хвостом И ты эндуришь На нем жестко Я знаю Эндурил Сейчас продал Чего ты навешивал Для того чтобы Прям все по кайфу было Ну примерно Хотя бы Какие-то основные позиции Слушай Ты на самом деле Ты знаешь Очень много Потому что Если ты покупаешь Ну как бы голый Сырой мотоцикл Его там надо было Даже по тем ценам Кинуть Ну грубо там 100 плюс 1000 По фрезину Я менял и перед И зад Мусы Я сразу ставил Наперед Назад Цепь Естественно Бессальниковая цепь Там в эндуро Это вообще Полнейшая ерунда То есть Ты меняешь Сальниковую цепь Там не знаю Звезды По-моему У меня были Не 13 Я помню Мы приехали с тобой Куда-то в кундуке Кататься А нет В Белопесоцкий Ты мне звезду просил Менять Прям на моторе Сходу Да Да Соответственно Защита звезды Да Как бы ты ставишь Защиту звезды Дальше Там защита Тормозных дисков Ты меняешь Да Точно У тебя были Да Вот Рычаги Чтобы были Откидные Потому что Ну если рычаг Не откидной Что ты один раз На бок его положил Рычаг Сломался Защиту рычагов Там руль Чтобы был Усиленный Там фэтбар Какой-нибудь Там труба в трубе Ну то есть Какие-то такие Вложения Вот по сути И там Защиту этого Картера Ну я помню Такие рыженькие Отом ты ставил Даже вроде Да Атомовские Вот как сейчас Помню Атомовские Были рыжие Да Ну то есть Соответственно И вот этот Вот весь вот этот список Он по тем По старым Денам Но он превышал Там 100 тысяч Я понял По нынешнему Я думаю Что это будет Там 200 Ну это бог с ним По нынешнему А карп ФЦР Ты же ставил Помнишь Ты его О кстати Карп Да Вот это кстати Очень важная история Карп с завода Вообще не рабочие Вот эти всякие Остальные карбюраторы На 4D Должен быть обязательно ФЦР С ускорительным насосом Да Он что-то стоил Там Ну типа 20 Еще это все Там поставь Под ключи И так далее Ну то есть Как бы да Это тоже Такая дорогая история А еще кстати Интересный момент Я помню Ты же мопед Отстраивал на стенде Ты не помнишь Цифр Сколько он выдал На ФЦР Слушай Что-то в районе 31 Что-ли Что-то такое Но это честных С колеса Да Это с колеса Это с колеса Нет Вру Это было Знаешь как Нет не 31 Было что-то в районе Наверное 28 Это было с колеса Но это было На эндурячей резине А Ну на эндурячей В том мире Да Поэтому тут Ну не очень Целесообразно С этим сравнивать Да Мы не ставили дорожную Окей Добренько Ну просто я говорю Байк очень похож На то Что ты из своего Авантиса построил Если у тебя есть фотки Пришли пожалуйста Мы их вставим в обзор Чтобы людям было понятно Грубо говоря О чем ты говоришь Ну и в итоге Мы получаем то Что в 19-м году Мотоцикл Стоил Намного дешевле Но Чтобы привести его В состояние Такого Ну вот Так сказать Полностью к боеготовности Ты потратил Сто плюс тысяч Сверху Да Да А сколько сейчас Стоит вот эта хаска Эта хаска На муссах На резине кенди На фцр На всем Тут рычаги Защита лотом Сальниковая цепь Сто четырнадцать тысяч рублей Сколько еще раз Ай Блин Почему у меня все По старым ценам У меня крыша едет Четыреста четырнадцать Почему у меня сто в баке Слушай Ну я бы естественно Четыреста четырнадцать Купил бы просто Готовый мотоцикл Потому что кенди Это резина На которой можно ездить Черняев ездит На кенди Соответственно Ну как бы Хорошая резина Да Тебе уже не надо будет Ничего Ты купил и поехал Поэтому вот это Помимо всего Что нужна куча Для этого времени Не денег А тут ты купил Ну и мусы Мусы в колесах Мусы Да Мусы в колесах Это вообще незаменимая история Я когда увидел То что существует Мусы в колесах Первый раз на твоем мотоцикле Я чуть с ума не сошел Думаю Что это такое Я когда увидел Как человек 15 километров В районе 6 часов Тащил мотоцикл Из горы Куда нельзя было Подъехать И эвакуировать Потому что Слезла просто Камера Лопнула Ну собственно Пробил колесо И слезла резина С диска И я тоже понял Что мусы Это самая незаменимая История в эндуро Я тебя понял Санч Ну ладно Тогда мы сейчас Дальше подытожим Так сказать Наш обзорчик Фоточки пришли Пожалуйста Своим авансом Да Я сейчас поищу Тебе отправлю Да Мы тогда вставим Чтоб людям было видно Все Тогда спасибки Созвонимся Все Давай Извини что дернул Ну Вот допустим Если мы переведем Сейчас Вот он потратил Тогда 100 тысяч Как он сказал Ну чуть больше Он сказал Там типа Ну я думаю Что в районе 120 у него вышло 100 плюс 100 плюс С небольшим Сейчас примерно Это будет доработка Стоить Ну ребят Если резина Буквально там В начале года Стоил Митас Баллон 8 А сейчас он стоит 15 Ну как бы Умножайте Перемножайте Но в любом Хотя бы примерно Вот так На вскидку Это не точная сумма Но я думаю Что 200 плюс Уверен Абсолютно Тем более он Ставил этот ФЦР Он отстраивал его На стенде И так далее А мы сейчас Кстати в свою очередь У нас конечно Не эндуро Тут условия Мы сейчас вытащим Этот байк Мне очень интересно Как работает мотор На ФЦР И погазуем немножко И поймем Реально ли Ускоряет Ускорительный насос Поехали Ну друзья В общем Пукать на этом мотоцикле Мы не будем Отменяется Так сказать Потому что Что Спасибо Да Не надо Не надо Короче Мы к лифту подошли Шлем я взял Все Оператор заряжен Пошел дождь Ребят Ну мы не будем Так сказать Под дождем Уже ничего делать На нем естественно Но даже просто заводить Так что просто Поверьте на слово Что эта пушка Заряжена И стреляет Ну и давайте Теперь подытожим Да Друзья Ну как вы видите Тест драйв К сожалению Не состоялся Да и какой-то Тест драйв Тест драйв Эту технику Надо На бездорожье Смотреть Как она лазит в горы Как она там прыгает Какие-нибудь Трамплины Бревна И так далее У нас тут Другая стихия У нас тут асфальт Мы бы максимум Завели Погазовали Ну может быть По прямой бы я Посмотрел Как реально Ускорительный насос работает Имел я опыт Общения техники С ускорительным насосом Вот опять же Другу я звонил У него был авантис такой Ребята Реально Тема рабочая Вот эти ускорительные насосы Вся вот эта история Она очень Очень меняет характер техники Меняет природу Так сказать Ее работу И так далее Каков итог Ну что браток Каков итог данного видео Данное видео Снимается с посылом То что Клево Когда Производитель На мотоцикл С завода Ставит кучу 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 Всякого Очень толкового Навесного И на выходе Вот особенно Это ярко видно На примере Вот этой Хаски Ф7 Да Она стоит Дорого Но Буквально Мой товарищ В 19-м году Покупал Авантис За 250 Да Такой же условно Энерговооруженность Была такая же За 250 тысяч Да Меньше денег Но чтобы построить Из него Что-то толковое На хорошей резине На мусе Защиты двигателя Защиты радиатора ФЦР Покупайте себе С допами Если вы Эндурист Если вы хотите Покорять вершины Хотите отжигать И так далее Клево Потому что Вы можете купить Байк уже подготовленный А если вы просто Хотите кататься То не забивайте Опять же повторяю Не забивайте Свою голову Просто берете Мотоцикл Любой по цвету Я прям настаиваю Какой вам нравится И спокойненько Катаетесь Так что все Ребята Все мотоциклы Для простых Покатушек Ну и естественно Вот такие Жирные звери Для покорения Серьезных Так сказать Вершин Все в наличии Джаз Мото Всем пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok